талия заустинская у меня иногда опускаются руки и на секунду я ухожу в отчаяния бывший муж никак не может меня отпустить сейчас давайте остановимся и я хочу у вас спросить откуда вы эта информация то есть кто ее вам говорит второе скажите зачем вам эту негативную информацию доносят какой при этом они имеют цель и желание я работаю уже давно делаю практики с дождем самое неприятное в том что он плохо говорит обо мне моим детям и они отворачиваются от меня смотрите то что говорит ваш муж вашим детям не имеет никакого значения поверьте мне сколько бы времени не прошло мама будет всегда стоять для ваших детей на первом месте старайтесь максимально быть нужными вашим детям если там они допустим куда-то едут скажите давайте я посмотрю за детьми папа этого не сделают случае если там что-то там праздник говорите можно я вам на пику чего-то там пирожков или еще чего-то будьте тем человеком который может проявить свою заботу будьте тем кто может дать проявленную любовь будьте тем человеком кто может безвозмездно сделать что-то для этих людей тогда все будут понимать на какой стороне ваш папа и на какой стороне вы в чем моя ошибка в воспитании детей говорить об этом уже поздно в ошибка вас по моему жизнь она похожа на вечное перетягивание одеяло нет я лучше нет я лучше кого это интересует кто лучше кого это вообще интересует будьте тем человеком есть такой фильм он он мне очень нравится называется теплая весна сяохуа я не знаю он есть наверное на русском языке это фильм китайский называется теплая весна в ходе этого фильма маленький ребенок его усыновляют усыновляет дедушка очень старый которому почти 90 лет это дедушка очень плохо себя чувствует он живет в семье где есть невестка и сын невестка его всячески презирает старается отбирать у него еду этого дедушки старого годы где-то 50 40 тяжелое время китая и вдруг этот дедушка усыновляет маленького ребенка ну и так получается что сын начинает ревновать а у его жены нет детей нет ни одного ребенка но и ребенок эта девочка она поступает в школу семья плохо к ней относится и там много таких моментов один из моментов когда она делит еду этот маленький ребенок голодная перед этим они растоптали флажочек который подарил этот дедушка потому что они ненавидят этого ребенка и этот ребенок после школы остается надолго где-то и через два часа только приходит и они врываются к ней в комнату и говорят да где же ты лазишь после школы ты негодяйка и после этого находят баночку и в этой баночке 1000 сверчков каких-то черных особенных и это дева тетя говорит зачем тебе столько сверчков она говорит я каждый день перед тем как прийти со школы иду на поле и собираю сверчков я хочу чтобы вы сварили из этих сверчков чай и этим чаем когда вы будете его пить у вас появятся дети и мне бы хотелось чтобы у вас были дети она своей внутренней теплотой вот этот ребенок несчастный своей внутренней теплотой сближает всех семье она этой теплотой показывает взрослым что можно быть человеком теплым что можно просто так даже маленькому существу дать любовь взрастить любовь и создать вот эти теплые отношения когда говорят кого больше любят я могу сказать любят тех больше кто теплее любят тех кто теплее не тех кто больше дал поверьте мне а тех кто теплее тех кто лучше относится тех кому нравятся мне нравится мой ребенок мне нравятся мои дети мне нравится взрослый сын мне нравится моя жена как они мне нравятся за что за что могут нравиться за то что они живут вот это просто без 한번 безвозмездная вот такое вот желание а когда мне нравится что я хочу я хочу им служить я быть полезным я стараюсь что-то там в клювике принести понимаете это такая особенность вот это является основой мне не важно что они там хотят сделать для меня и что они будут делать для меня для меня моя любовь это служение до гробовой доски то есть это желание отдавать больше чем и не смотреть на то что там в обмен дают мне там что-то и не дают понимаете до последнего момента пока стучит сердце а там моя ошибка воспитание не надо было воспитывать нужно было любить татьяна чабак андрей андреевич пять лет назад начали строить дом на одолженные деньги за все эти годы строительство движется слабо долги растут бизнес один разрушился новый не может запуститься может правильно продать дома рассчитаться с долгами деньги дали друзья продали нам свой участок и они же настояли на строительстве после растут только долги смотрите то что дали вам друзья ваш вам участок и настояли на строительство это манипуляции потому что они хотели чтобы вы им оплатили там что-то вы при этом залезли в долг это манипуляция раз и два второе деньги полученные из будущего в настоящем не зарабатываются поэтому у вас ничего не получается именно третье вы начали жить непосредством то есть вам этот дом и это строительство непосредством и четвертое хотел бы вам сказать что для вас правильным решением и единственно правильным это отдать этот дом или продать или отдать его за свои долги и закончить это переехать там где вы там живете и жить дальше накапливая деньги до момента когда вы сможете приобрести себе по вашим по вашим возможностям свое персональное жилье